С минуту Людмила лежала и рассматривала подлокотник дивана. Может, она ошиблась? Может, это не ее диван? Может, у сестры Саныча точно такой же гарнитур? Вон, на той стороне, что вплотную, придвинута к стене, сбоку, где сейчас спит ее муж, должен был вырван маленький клочок ткани. Как бы ей туда пробраться и посмотреть? Голова у Людмилы трещала и мешала соображать. Она закрыла глаза и притворилась мертв, спящей. Саныч зашевелился, потом отбросил одеяло, напялил штаны и босиком пошлепал на кухню. В ту же минуту Людмила подскочила и принялась отодвигать диван от стенки. Так и есть! Сбоку зияла маленькая дырочка от выдранного кусочка ткани. Значит, это ее диван, и она имеет полное право закатить сейчас Санычу скандал. Право-то имеет, но почему-то ей было неудобно скандалить в чужом и таком гостеприимном доме. И Людмила затаилась. Решила дождаться удобного момента. Она оделась, сунула ноги в стоптанные тапки и пошла на кухню, держась обеими руками за раскалывающуюся голову. Саныч и Серега уже сидели за столом и пили че. Валентина мыла посуду в тазу на лавке. — Доброе утро всем! — хмуро поздоровалась Людмила. Валентина повернула голову и, увидев впервые за четыре дня тапки своего благоверного на ногах Людмилы, воскликнула. — Люда, да ты что? Ты зачем этого козла говномяло на дело-то? У него ж грибок. Ни в жизнь потом не выведешь. На вот мои возьми лучше, а я чесанки надену. И она, разувшись, бросила Людмиле свои тапки. — Да что уж теперь! Теперь уж, наверное, поздно! — задумчиво произнес Серега, почесывая пятку. Людмила испуганно сбросила с себя Серегины тапочки и попятилась к двери. — А ну-ка, быстро собирайся домой! Хватит! Загостились! Хотели на два дня, а уж скоро неделя, как мы тут! — завизжала Людмила и лихорадочно начала напяливать на себя пальто. Саныч, видя, что Людмила того и глядив падет в состояние аффекта, послушно отодвинул стакан и, беспокойно поглядывая на озверевшую супругу, пошел обуваться. А Валентина, ругая себя за то, что высунулась со своим языком и чуть не устроила в семье брата скандал, бегом побежала через дорогу к Митричу, просить его отвезти гостей на станцию. Всю дорогу Людмила молчала, а Саныч ехал и думал о том, что его ждет дома. Что-то зловещее было в молчании жены и не предвещало ничего хорошего. Сапог на правой ноге нещадно давил ему палец. Людмила вышла из автобуса и быстро пошла вперед. Саныч же еле-еле плелся сзади, специально отстав от жены. Во-первых, он не знал, опознала ли Людмила свой диванчик, который он продал Валентине за небольшую сумму, причем предупредил ее сразу, накрой диванчик пледом получше, а то сотрется велюр, весь вид потеряется. Еще два кресла от того же гарнитура он отвез своей другой сестре, Галине, жившей в соседнем селе. Денег от этих продаж ему хватило на то, чтобы купить новый угловой диван домой и еще даже остались. На них он потом купил подарок на день рождения Людмиле отличную сковородку с антипригарным покрытием. Людмила тогда очень обрадовалась, долго крутила сковородку в руках, никак не могла налюбоваться. В общем, все остались довольны, а особенно сам Саныч. Но было одно «но». Людмила об этой сложной схеме ничего не знала. А если бы узнала, Саныч был почему-то уверен, она бы ей не понравилась. А во-вторых, ему почему-то сильно жал правый ботинок. Нога, что ли, после праздников распухла? — размышлял Саныч, ковыляя вслед за женой. Вдруг Людмила остановилась. На Саныча у нее были свои планы. — Ты скоро там? Долго плестись еще будешь? Пошли быстрее. — Да иду я, иду. Ногу больно. Жмет палец на ноге. — простонал Саныч, надеясь, что Людмила пожалеет его. — С чего это жмет? Не жал никогда. Может, с бодуна-то ботинки не свои напялил? — с ухмылкой произнесла жена. — Нет, ты что? Как не свои? Свои! — испугавшись Людмилиных слов, заверил Саныч, а потом, пройдя еще несколько шагов, неуверенно добавил. — Ну, один-то точно мой. Людмила пристально взглянула на обувь мужа и почти убила его фразой. — Идиот! На тебе ботинки разные! Саныч растерянно опустил голову и, сравнив ботинок на правой ноге с ботинком на левой, горестно воскликнул. — Ё-моё! Как же мы теперь с Серегой ходить-то будем? Дома Саныча ждал грандиозный скандал. Он забился в угол и, обхватив голову руками, полными ужаса глазами наблюдал, как Людмила мечется по квартире, изрыгая ругательство и потрясая возле него сковородой с антипригарным покрытием. — Если останусь жив, разведусь! — дал себе слово Саныч. Где-то в конце февраля в почтовом ящике Людмила нашла извещение на ценную бандероль на имя Сатина Александра Александровича. В тот же вечер с почты Саныч принес небольшой сверток, в котором оказался его правый ботинок и записка следующего содержания. «Срочно пришли мой, а то в валенках уже сыро!» — написанная Серегиной рукой. Как ни странно, но Серегина грибковая инфекция не прицепилась к Людмиле. Зато к Санычу она пристала намертво. Причем с правой ноги очень быстро перешла и на левую. Чем он только не мазал свои зудящие пальцы. Перепробовал все. И традиционную медицину, и нетрадиционную, так сказать, народные средства. И обывалочи от грибка между пальцев себе натирал личинками колорадского жука. Намазывая плавленный сыр на кусок черного хлеба, сознанием дела рассуждал Кузьмич, когда они с Санычем обедали вместе в кабинете. «Ух ты ж, мать твою! Это как?» — восклицал Саныч, удивленно вскидывая брови. «А как? А вот так. Насобираю на картофельных кустах, разомну и мажу. А дед мой только лишь этим средством и вылечился. И отец. Ничего другое не помогало. Лишь только личинки эти. Личинки от грибка — первое средство». Саныч качал головой и морщился, в ярких красках представляя процедуру лечения. «Морщайся, не морщайся, а захочешь здоровым стать, хоть чем намажешься», — учил Кузьмич Саныча уму-разуму. «Так-то да. Но ведь теперь апрель только. Где ж мне этих личинок взять?» — сокрушался Саныч. Кузьмич задумался на секунду, почесал затылок и подтвердил. «А нигде не возьмешь. Теперь только лето ждать». И оно настало. Это лето. На работе Санычу выделили делянку земли под картошку. Жуки же не заставили себя долго ждать. Каждый выходной он ездил на эту делянку, окучивал картошку, а заодно запасался личинками. Дома, закрывшись в ванной, он разминал бедных личинок чайной ложкой в миске, в кашицу, и усиленно натирал ею ступни и пальцы. Потом надевал целлофановый пакет, а сверху носки. И так отправлялся спать. Людмиле говорил, что натирает ноги мазью из аптеки, предчувствуя, что лечение личинками она не одобрит. Запах в спальне стоял отвратный, но женщина стойко терпела, войдя в положение несчастного супруга, предусмотрительно перебравшись на ночлег в залу. «Слушай, Кузьмич, а долго, что ли, натираться? Уж месяц скоро поключусь». «Какой ты быстрый! Месяц! А полгода не хочешь?» «Е-мое, полгода! Да скоро уж осень, картошку пора копать. Где ж я этих личинок ловить буду осенью? Они и так уж, считай, все в жуков переродились». «А ты их в морозилку и заморозь», — посоветовал старший товарищ. В субботу Саныч обобрал последние личинки на своей делянке и даже залез на соседские, сложил их в пакет, накрепко завязал и понес домой. Дома, улучив момент, когда Людмила была в ванной, Саныч вытащил пакет с личинками из своей сумки и быстренько засунул его подальше в морозилку, прямо под бройлерского цыпленка. Примечание. В народной медицине действительно используют личинки колорадских жуков для лечения кожных заболеваний, но автор все же советует сначала обращаться к врачу. Однажды зимой Саныч простудился. Накануне все было хорошо. С утра он пришел на работу как огурец. В обед они с Кузьмичом, как обычно, попили чаю с людмилиными пирогами, а в конце рабочего дня у Саныча разболелась голова и стала знобить. — Может, треснем по рюмашке и сразу полегчает? — с надеждой предложил Кузьмич. Но Саныч отчаянно замотал головой, показывая, что пить сегодня не намерен. — Ну, как хошь! — расстроился Кузьмич, видя, что и ему сегодня придется идти домой на сухую. Один он пока что, слава богу, не пил. Дома Саныч свалился на кровать, не раздеваясь, и потянул на себя ватное одеяло. Людмила хлопотала на кухне. Услышав, как хлопнула входная дверь, она выглянула в коридор и, не обнаружив там, как обычно, своего полупьяненького муженька, очень удивилась. Она открыла дверь в спальню и увидела стучащего зубами трясущегося под ватным одеялом Саныча. — Что это с тобой? — не на шутку переполошилась женщина. — Ох, плохо мне, Люда, совсем плохо. Никогда так плохо не было. Температура, наверное, под сорок. Тихим голосом произнес Саныч. Потом, немного подумав, добавил. — А то, может, и все сорок два. И закрыл глаза. Людмила, как фурия, принесла в градусник и сунула благоверному подмышку, а сама присела рядом, беспокойно поглядывая то на часы, то на несчастного мужчину. Еле дождавшись, когда пройдут восемь минут, Людмила приподняла Санычу руку, так как сам он был не в состоянии пошевелиться, и извлекла на свет Божий термометр. Прищурившись, чтобы лучше рассмотреть отсвечивающую ртутную полоску, через секунду она объявила. — Тридцать восемь. — Ох! — еле-еле простонал больной и добавил. — Вызывай скорую. До утра могу и не дотянуть. — Я тебе дам скорую, — потрясая кулаком, пообещала жена. — Я тебя и без скорой вылечу. Людмила прописала Санычу постельный режим и обильное питье. Поила она его морсами собственного приготовления. Морсы делала следующим образом. Брала по горсти замороженных с осени в морозилке разных ягод, смородину, землянику и облепиху, сыпала в кастрюлю, потом мяла толкушкой и заливала кипятком, туда же добавляла ложку меда. Этим и поила. Когда Саныч почувствовал себя лучше, он вспомнил о приостановленном лечении грибка на своих ногах и решил его возобновить. Однако, перерыв всю морозилку, Саныч не нашел там замороженных личинок колорадского жука, которыми он лечил грибок. — Любовь моя, ты не видела, вот тут в пакете, в морозилке, были такие оранжевые штучки? — мялся Саныч, не решаясь сказать супруге, что именно лежало в пакетике. — Такие маленькие шарики, оранжевенькие, не видела? — Облепиху, что ли? Так я ж ее в морс выдобавляла, когда лечила тебя от простуды. Нету больше, закончилась вся. Там и было-то с гулькин нос. Надо будет осенью побольше наморозить. Вон как ты быстро у меня выздоровел. Сажать на своей делянке картошку Санычу очень понравилось. Во-первых, своя картошка всегда лучше, и сорт можно посадить хороший, и знаешь, что растет она без всякой химии. Потом, опять же, всегда можно из дома улизнуть по уважительной причине, сказав жене, что картошку идешь сажать, окучивать, жуков морить, копать и т.д. и т.п., и она всегда отпустит. А там уж как пойдет. Или действительно можно поехать на делянку, Саныч называл ее фазендой, а можно и завернуть куда-нибудь налево, например, навестить Галину-упаковщицу из цеха, пока она своего отпрыска в лагерь отправила. Благо, она всегда рада приходу Саныча. И можно не бояться. Людмила все равно не приедет на фазенду, так как земляные работы терпеть не может. А самое главное, выращивать картошку оказалось очень выгодно, а выгоду Саныч любил больше всего на свете. В пятницу на работе отмечали юбилей Кузьмича. Саныч дал себе за рог много не пить. На завтра у него была запланирована посадка картошки, встать нужно пораньше, поэтому от обильных возлияний, как это ни прискорбно, придется воздержаться. Как добрался до дома, Саныч не помнил. Хорошо, что Людмила уехала на несколько дней к матери в другой город, поэтому скандалить было не с кем. Когда Саныч проснулся, было уже совсем светло. Кое-как разлепив глаза, он глянул на часы, висевшие на стене напротив кровати. Часы показывали время шесть часов утра. Быстренько собрался, завтракать не стал, мутило. Прихватив с собой пакет с картошкой, Саныч помчался на автобус. На улице было пасмурно, но сухо. Может, успею до дождя? Посматривая на небо, понадеялся Саныч. Как ни странно, народу в такую рань на улице было предостаточно. В восемь он уже был на месте. Посадив несколько рядков, Саныч забеспокоился. Небо начинало зловеще темнеть. Не иначе собиралась гроза, а то и того хлеще. Вообще какой-нибудь термогидр... ураган. Бросив лопату в маленький деревянный сарайчик, Саныч повесил на дверь замок, запер его и побежал на остановку. Автобус долго не приходил, на остановке никого не было, а на улице становилось все темнее. Тут мужчина испугался не на шутку. Да что происходит? Конец света, что ли, наступает? Такая темень средь бела дня. Саныч поглядел на наручные часы. Они показывали половину десятого утра. Потом, немного подумав, достал свой сотовый телефон и с удивлением протянул. Ё-моё! Увидев на дисплее цифры. Двадцать один тридцать пять. Галина, упаковщица, не давала покоя в последнее время дурной голове Саныча. Он облизывался, как мартовский кот, видя, как она проплывает по цеху, покачивая своими пышными формами. Людка сама виновата. Неприятно ей, видите ли, со мной спать, когда я выпимши. А вот Галине всегда приятно. Значит, пойду к тому, кому я приятен. Мысленно оправдывался Саныч сам перед собой. Ах, какая женщина, какая женщина! Мне б такую! Сглотнув подошедшую внезапно слюну, пропел Саныч, когда Галина, улыбаясь загадочно, как Джоконда, проходила мимо него. А твоя Людмила волосенки не выделит тебе последнее? Ухмыльнулась Галина, а потом добавила. Если не боишься, то приходи, пока Витька мой в лагере. А откуда она узнает? Мы ей не скажем, заверил Саныч. Накануне Саныч предупредил Людмилу, что в субботу едет окучивать картошку. Сам же намылился совсем в другое место. Утром он встал пораньше, пока Людмила еще спала. Принял душ, попрился и пшикнул одеколоном пару раз себе за уши. Потом потихонечку оделся и прошмыгнул в дверь, стараясь громко не хлопать. Но Людмила заподозрила неладное, еще когда услышала звук падающей воды в ванной. Обычно Саныч принимал душ после земляных работ, а не до. Это показалось Людмиле очень странным. А уж когда она почуяла аромат Саныча в одеколоне в прихожке, ее сомнения подтвердились. И Людмила двинула на фазенду. Как она и ожидала, на делянке Саныча не наблюдалось. Сосед полол грядку с укропом на своем участке, подозрительно поглядывая на Людмилу. Эту женщину он видел тут впервые. Она и впрямь была тут всего один раз, осенью, когда помогала супругу убирать урожай. Гражданочка, с какой целью прибыли на чужой участок? Картофель еще не вызрел, а больше ничего другого тут не посажено. Не стыдно за счет чужого труда существовать? Уходите, пока я милицию не вызвал, пригрозил он незнакомке. Я на свой участок пришла, а не на чужой. — Александр Александрович, мой муж! — огрызнулась Людмила. А потом замялась, не зная, как спросить у соседа, давно ли он видел ее мужа. — Жена! — присвистнул мужичок. — Ну, тогда извиняйте. Ни разу не видел вас тут, поэтому не признал. А что же, Саныч, ты не приехал сегодня? Приболел, что ли? Ну, вот и славненько, что ничего выспрашивать не пришлось. Сам раскололся, — подумала Людмила, а вслух произнесла сквозь зубы. — Ага, приболел. Поносит что-то второй день. Мужичок сочувственно покачал головой и снова наклонился над своим укропом. А Людмила, отойдя в сторонку, решила позвонить Санычу. — Как дела, милый? Много еще тебе окучивать? — Ой, да еще и половины не окучил. Устал, как собака. Вот прилег на травку передохнуть чуток. — С последним автобусом приеду, очень уж работы много. Ты не жди меня, ложись спать, — жаловался муж и, услышав в ответ ласковое, — Ну уж нет, любимый, уж сегодня-то я тебя обязательно дождусь, — почуял неладное. Поговорив с женой по телефону, Саныч расстроился и погрустнел. — Что нос повесил? — Да не боись, выкрутишься как-нибудь. Если любит, простит. — Давай-ка мы с тобой лучше выпьем за нас, за нашу с тобой дружбу, — успокаивала Галина, разливая вино по рюмкам. — Эх, Галька, а чё ж по рюмкам-то? Нету бокалов, что ли, у тебя? — упрекнул Саныч подругу. Потом повернул к себе бутылку и, прочитав на этикетке название, молоко любимой женщины с отвращением поморщился. — Где это ты такие вина берешь, Галька? — Название прочтешь и пить не захочешь. Галина пожала плечами. — В магазине беру, где же еще брать? То рюмки не нравятся, то вино. А может, и я тебе не нравлюсь? А не нравлюсь, так и иди домой, а то засиделся. Галька это еще. Какая я тебе Галька? Галька вон на базаре семечками торгует, а я, Галина Николаевна. Саныч шел домой, а ноги его не слушались. Сердце предчувствовало недоброе. Кроме того, что он был пьян, он еще очень сильно устал. В животе у него урчало от голода. — Эх, сейчас бы прийти домой, поесть Людкиного борща, плюхнуться на кровать со всего размаху и проспать до самого утра, — мечтал Саныч. Любовное свидание с упаковщицей Галиной далось ему нелегко. Саныч был уже не молод. Сорок, конечно, не старик еще, но и не парень уже. А Галина, словно не понимая этого, требовала и требовала от него повторения. — Вот ведьма неугомонная! Надо же, как измучила меня! Будто бы неудовольствие ходил получать к ней, а вагоны разгружать. Да еще и поесть ничего не дала, винищем только накачала, — злился Саныч. Что-то сердце щемит, предчувствует беду какую-то, что ли. Неужто Людмила пронюхала, что я ей изменяю? В подъезде было темно, хоть глаз кали. Саныч тихонько на цыпочках подошел к двери своей Людмилиной квартиры и прислушался. — Тишина! — Может, спит уже Людка, а я зря переживаю. Он аккуратно повернул ключ в замочной скважине и, тихонько, стараясь не шумнеть, открыл дверь. Людмила сидела в комнате и смотрела телевизор, и даже ухом не повела. Саныч тайком, надеясь, что жена не заметила его приход, пробрался на кухню. Поминутно оглядываясь на дверь, он налил себе борща, намазал кусок хлеба горчицей и только было уселся ужинать, как в кухню, будто фурия влетела Людмила. От неожиданности Саныч выронил из рук хлеб, и он плюхнулся ему прямо на ширинку горчицей вниз. В ту же секунду супруга вцепилась ему в волосы, ничего не объясняя, и одним рывком сбросила со стула на пол. Огромные клоки и без того жиденьких санычевых волос остались при этом в ее кулачках. Саныч не сопротивлялся. Он был виноват. К тому же у него совсем не было сил. Людмила же, напротив, знала, что права, и еще она была очень зла. Благодаря этим обстоятельствам она чувствовала в себе немеренную, прямо-таки дьявольскую силу. Схватив бедного Саныча за шкирку, она поволокла его к выходу, затем открыла дверь и вышвырнула беднягу из квартиры. Все это действие происходило в абсолютной тишине. Ни одно из действующих лиц не издало ни звука. Больно стукнувшись копчиком о порог Людмилиной квартиры, Саныч, кряхтя и матерясь, все же кое-как поднялся и на ощупь, держась одной рукой за стену, а другой за свой зад, принялся спускаться вниз по ступенькам. Соседка из квартиры напротив, тетя Вера, услышав грохот, а потом какую-то возню в подъезде, прилипла к глазку, но не рассмотрев в нем абсолютно ничего, кроме кромешной тьмы, разозлилась и отошла от двери ни с чем. Саныч сел на лавку у подъезда и призадумался, куда же ему теперь податься. Ни много, ни мало, а у него было три варианта. Первый — обождать до утра и вернуться к Людке. Сущий терминатор, а не баба! Это ж надо, сколько силища в ней! Вышвырнула меня, как котенка! Да с ней страшно уснуть в одной квартире. Неровен час пришибет, и не успеешь пикнуть. Опять же не факт, что Людка к утру остынет и пустит его. Саныч тяжело вздохнул и отмел этот вариант. Второй вариант — это попроситься к Гальке, или как там ее, Саныч поморщился, к Галине Николаевне ночевать. Но она живет на самой окраине, туда сейчас не скоро доберешься, да и сил нет, как спать охота. К тому же вдруг этот ее отпрыск Витька вернулся из лагеря, тогда она может даже и не пустить его. Получится, зря тащился в такую даль. Саныч протяжно зевнул, прикрыв ладошкой рот, и с грустью посмотрел на чернильное небо над своей головой, начинающее потихоньку зажигать одну за другой яркие белые звезды. Ну и третий вариант — это вернуться к своей бывшей жене Ненке. Саныч всегда думал об этом варианте, как о запасном, и почему-то был уверен, что бывшая жена жалеет, что выгнала его когда-то, тоскует по нему и до сих пор любит. Этот вариант понравился Санычу больше всех. Он встал с лавки и полной решимости двинулся в путь. После развода они с Нинкой разменяли свою двухкомнатную квартиру, и Санычу досталась коморка в бараке без удобств в пригороде, а бывшей жене с дочкой — небольшая однокомнатная квартирка в спальном районе. Где находилась эта квартирка, Саныч знал, так как однажды он был там, забирал микроволновку, подаренную ему его сестрами на день рождения и по ошибке, неправильно поделенной при разводе. Автобусы уже не ходили, а на такси денег Саныч пожалел, поэтому добираться ему пришлось пешком. Где-то часа через полтора он уже стоял у подъезда бывшей жены и с надеждой смотрел на светящиеся кое-где одинокие окошки. Вдалеке залаяли собаки, и Саныч поспешил побыстрее зайти в темный вонючий подъезд. Он поднялся на второй этаж и, немного потоптавшись, тихонько постучал в дверь квартиры, где жили его бывшая жена с дочкой. Прижав ухо к двери, он прислушался и уловил еле слышное шевеление внутри жилища. Саныч спешно пригладил ладонью торчащие во все стороны, так сильно пострадавшие сегодня от Людмилы, свои волосенки, и выпрямился, расправив плечи, чтобы предстать перед бывшей во всей красе. В эту же секунду дверь открылась, и на пороге Нинкиной квартиры взору Саныча предстал чужой мужик в семейных трусах, высокого роста и очень нехилого телосложения. — Тебе кого? — щурясь после сна пробосил мужик. Саныч испуганно попятился, но, взяв себя в руки, молвил чуть слышно. — А Нина дома? — А на кой тебе Нина? — строго спросил незнакомец. Потом повернул голову в сторону коридора и крикнул. — Нин, тут хмырь какой-то тебя спрашивает. Впустить его или, может, с лестницы скинуть? — Не надо, я сам, — поспешно ответил Саныч, вспомнив про незаживший еще копчик. Но в это время из-за спины бугая показалась Нинкина голова в бегудях. — Ну, ни хрена себе, какие люди в Голливуде! Ну и чем обязана? Извини, не при параде! — сострила бывшая. Но Саныч уже и сам понял, что зря пришел. Сказать Нинке, что он решил к ней вернуться, он посчитал теперь неуместным. — Да это, я мимо шел. Дай, думаю, зайду, с дочкой повидаюсь. Соскучился я по Ольке нашей. Ничего более подходящего Саныч не смог придумать в эту секунду. — Ага, ну-ну, конечно, в первом-то часу ночи. Как раз самое то, чтобы дочку навестить. А почему бы и нет, коли мимо иду? Спи, Толя, а я, как видишь, не одна, — юродствовала бывшая жена. — Эх, Нинка, Нинка, злая ты, как я в тебе ошибся. Бог тебе, судья, Нинка. Саныч попробовал было обвинить экс-супругу в бессердечности, но тут на пороге опять возник этот мужик, и Саныч рысью метнулся вниз по лестнице. — Остой-ка, что хотела спросить? — услышал он вдруг вслед голос Нинки и остановился. В душе его в тот же миг поселилась надежда. — Скажи, Шурка, у тебя от Ольгиного новогоднего подарка жопа не слиплась? — Виновато опустив голову, Саныч зашагал прочь. — Вот тебе и на, выходит, не нужен я Нинке, — размышлял Саныч, бредя по пустынной улице. — Куда ж мне теперь идти? И хоть кому-нибудь-то я нужен. Саныч достал телефон и начал листать телефонную книжку. — Здорово, Кузьмич, дорогой! Извини, что поздно. — Нет, ничего не случилось. Кузьмич, можно я переночую у тебя? — А-а-а, сын приехал. Негде разместить. — Ну, ладно, извини. Саныч положил трубку и пошел, куда глаза глядят. Ту ночь Саныч провел на вокзале. Он примастился на кресле, а под голову подложил оставленную кем-то пустую баклажку из-под минералки. Утром в воскресенье тетя Вера, Людмилина соседка из квартиры напротив, подойдя к окну с кружкой воды, чтобы полить свою герань, увидела одинокого, сидящего на лавке возле подъезда Саныча. — Эка, расселся, — подумала тетя Вера. — Хотела ко двору выйти подышать свежим воздухом, а сесть-то и негде, всю лавку заняла каянный. Ну, раз такое дело, пойду холодильник, что ли, разморожу. И тетя Вера, задернув тюль, отошла от своего наблюдательного пункта. Ближе к обеду, переделав все свои дела, тетя Вера вновь подошла к окну и вновь увидела все ту же картину. Саныч, не двигаясь, сидел на том же самом месте. В дверь громко постучали. Людмила нехотя открыла глаза и посмотрела на часы. — Нифига себе, час дня, вот это я дала сегодня, выспалась так выспалась. Наверное, за все три года этого гребаного замужества отоспалась, — подумала женщина и поспешила к двери на повторившийся стук, на ходу запахивая короткий халатик. — Здравствуй, Людмила! На пороге стояла соседка тетя Вера. — Тебе-то, наверное, не видать? У тебя окна на другую сторону выходят. Твой-то, как к лавке прилип, сидит у подъезда с самого утра и не шелохнется. Часов пять, наверное, уже как. Ты спустись, посмотри, все ли с ним так. А то вон на четвертом этаже у нас долбанул инсульт старуху, сутки провалялась без движения, пока дочка не нашла. Людмила неспеша расчесалась, напялила халат поприличнее, взяла из тумбочки ключ от Санычевой коморки, в большой пакет покидала все его манатки и спустилась вниз, к подъезду. Саныч несчастными глазами, как у побитой собаки, смотрел на супругу и хотел было уже хлопнуться прилюдно перед ней на колени и просить прощения за все свои грехи и прегрешения, но, наткнувшись на ее каменный презрительный взгляд, и, увидев огромный пакет в ее руках, передумал. Женщина молча поставила баул на скамейку, потом вытащила из кармана халатика ключ и положила рядом. «Ключи мои давай!» — грозно приказала она Санычу, протянув руку. Тот молча и нехотя повиновался. На небе сгущались тучи и собирался дождь. Первые его капли забарабанили по пыльному асфальту. Глянув на потемневшее в один миг небо, Людмила поежилась и побежала в подъезд. Саныч схватил пакет и бросился за ней. «А ты куда?» — резко остановившись, спросила супруга. «В подъезд. Дождь переждать нельзя». «В подъезд можно, но как только дождь кончится, чтоб тебя здесь не было. Понятно?» «Понятно. А за вещами когда можно прийти?» — осмелел Саныч. «За какими вещами?» — искренне удивилась Людмила, не понимая, о чем речь. «Диван угловой я на свои деньги ведь покупал. И там еще по мелочам». Людмила смотрела на Саныча широко распахнутыми глазами и не верила своим ушам. Услыхав, что она должна отдать Санычу синий угловой диван и не только, Людмила потеряла дар речи от такой неслыханной наглости. Лицо ее перекосилось от злости, а глаза налились кровью, как у разъяренного быка. Людмила схватила стоящую в углу в подъезде чью-то лопату, замахнулась и шагнула на Саныча. Не зная, чего ожидать от невменяемой супруги, тот попятился назад, но, споткнувшись о подъездный порог, упал спиной на землю, как навозный жук, а голову закрыл лапками на всякий случай, ожидая удара. Пакет, шмякнувшись со всего размаха вместе с Санычем, порвался, и из него в разные стороны покатились клубочки носков. «Пришибу!» — прорычала доведенная до белого коленя женщина, занеся лопату над съежившимся супругом. Потом, опомнившись, бросила лопату в угол, смачно сплюнула в сторону, как заправский мужик, и, затянув потуже развязавшийся поясок на халатике, неспеша удалилась вверх по лестнице. «Боже мой! С кем я жил три года?» — ужаснулся Саныч, собирая раскатившиеся в разные стороны носки, а в голове его промелькнула гениальная мысль. «Диван не отдаст». В свою коморку на окраине города Саныч давно уже пускал квартирантов. Людмила об этом, конечно же, ничего не знала. Два студентика из местного политехнического техникума платили ему регулярно по шесть тысяч рублей в месяц, две из которых Саныч отдавал за коммунальные услуги, а четыре клал себе на сберкнижку. Терять эти деньги он ни в какую не собирался, поэтому никак не мог сообразить, как же ему поступить. Мальчишки собирались уходить, когда на пороге их комнатки возник Саныч. «Ребят, тут такое дело. В общем, можно я с вами поживу? Я вот тут спать буду, возле окна на раскладушке». Студентики переглянулись. Перспектива делить и без того маленькую комнату с посторонним человеком их не прельстила, и они отчаянно замотали головами, показывая, что не согласны. Саныч вздохнул и пошел на хитрость. «Платить будете в два раза меньше, а я только ночевать буду приходить». Ребята подумали и согласились. Когда студенты ушли, Саныч открыл холодильник и с мыслью «ничего, не обеднеют». И так наполовину срезал им оплату. Нашел в нем банку варенья и молоко. Из хлебницы взял хлеба и впервые за полтора суток с аппетитом и чистой совестью покушал. Потом достал из шкафа раскладушку, стряхнул с нее пыль, разложил, блаженно растянулся на ней и уснул крепким сном младенца. Саныч храпел, как паровоз, и не слышал даже, как пришли его постояльцы. Тихонечко, чтобы не разбудить спящего хозяина, мальчишки пробрались к своему старому диванчику, на котором они спали вместе валетом, предварительно его разложив. Честно сказать, он и не складывался уже давно, настолько был старым и повидавшим виды, с деревянными обшарпанными подлокотниками, он достался Санычу по наследству, как самому младшему ребенку и единственному сыну в семье после смерти родителей. Ни одна из его сестер не захотела взять эту руху, диван, себе. У Саныча, тогда он еще жил со своей первой женой, тоже был в квартире хороший диван, но и от этого он тоже не отказался, не привык разбрасываться диванами. Нинка ругалась, говорила, что он хлам в дом тащит, но потом смирилась, согласилась с доводами мужа, но диван все же велела отнести в подвал. Там он и стоял, и простоял больше десятка лет, пока они с Нинкой не развелись и не разменялись. Диван переехал в коморку, а Саныч удивлялся своей дальновидности и не уставал восхищаться собой. Странно, конечно, что в нем не завелись клопы или еще какие-нибудь животные. Своей раскладушкой Саныч перегородил проход к холодильнику, и голодные студенты не могли дождаться, когда же он наконец проснется, чтобы поужинать молоком с хлебом и вареньем. Но просыпаться Саныч и не думал. Уснув в обед богатырским сном после бессонной ночи на вокзале, он пошел в ночь, а мальчишкам ничего не оставалось, как лечь спать на голодный желудок. Наконец наступило утро понедельника. Саныч проснулся рано и пошел умываться. В это же самое время оголодавшие студентики бросились на перегонки отодвигать раскладушку, чтобы добраться до заветного холодильника. Каково же было их изумление, когда они не обнаружили в нем ни пакета с молоком, ни банки с вареньем. Буханка хлеба тоже бесследно исчезла. — Фига себе, мальчиш-плохиш! — искренне удивились студенты, прожорливости худощавого на вид мужика. Откуда ж им было знать, что Саныч два дня не ел? Голодные и злые и сами на себя, за то, что из-за своей жадности согласились на это сумасшедшее сожительство, и на Саныча, за то, что он сожрал у них последние продукты, а до стипендий еще целых три дня, и непонятно, что теперь им есть. Они поставили наглецу ультиматум. Или пусть убирается во своясе, или пусть отдаст деньги, внесенные ими авансом за месяц вперед, и они съедут от него сами. Съезд квартирантов сильно опечалил Саныча. Теперь ему придется самому платить за эту конуру. К тому же на книжку прекратят капать ежемесячные четыре тысячи. Эх, печалька! Прямо какая-то черная полоса поперла, — философствовал Саныч, лежа на своем старом диване и глядя в потолок. Прямо как будто кто-то сглазил. Как же он так лоханулся с этой галькой Галиной Николаевной, будь она не ладно. Людка ведь уже даже начала привыкать к его режевечерним приходам с работы под шофея, так сказать, закрыла на них глаза. И на тебе, сам все испортил, весь свой отлаженный быт. Где он еще найдет такую бабу, аккуратную, хозяйственную, а главное, с двухкомнатной квартирой, которую Саныч уже полюбил, как свою. Теперь он никак не мог привыкнуть в коммуналке. Все в ней его раздражало. Маленькая грязная, постоянно занятая ванна, туалет, провонявший дымом, стены которого соседские ребятишки постоянно пачкали отходами своей жизнедеятельности, кухня, на которой вечно толпился народ. Позавчера соседка Баба Маша, склочная старуха, с которой связываться себе дороже, наорала на него за то, что он залил водой пол в ванной, когда мыл голову, и велела подтереть за собой. Саныч взял с крючка огромную вонючую темную тряпку двумя пальчиками и бросил на пол, а потом ногой подвигал ее вперед и назад, размазывая воду. В это время дверь в ванную открылась, и Бабка Маша вновь принялась горланить на всю квартиру, что Саныч порося и даже убрать за собой по-хорошему не может. «Ну разве это жизнь? Вот дурак, вот дурак!» ругал Саныч сам себя. «Вот если бы Людка простила его и разрешила опять вернуться в эту прекрасную квартиру со всеми удобствами в центре города, где он жил на всем готовом, он бы больше никогда так не опрофанился. Он бы стал осторожен, как ниндзя». Гадмила проснулась утром, неспеша налила себе иван-чая из термоса, намазала хлеб маслом и медом и уселась завтракать. Вдруг от запаха меда ее резко затошнило, и, бросив бутерброд на тарелку, она устремилась в ванную. Умылась холодной водой и ей вроде полегчало. В шкафчике под коробкой с лекарствами женщина отыскала маленький календарик, где отмечала свои женские дни. Неделю назад они должны были появиться, но их не было. Вечером после работы Людмила зашла в аптеку и купила тест на беременность. Через некоторое время она уже держала в руках белую бумажку с двумя красными полосками. Людмила не знала, что ей делать, плакать или радоваться. Ведь с отцом этого ребенка построить семью у нее не получилось. Мысль о том, чтобы избавиться от малыша, она отмела сразу. Жаль, конечно, что Саныч оказался таким прохвостом, но маленький ведь ни в чем не виноват. Она родит его и будет любить и воспитывать одна. Он ее и больше не чей. Только ее. И Людмила решила, будет радоваться.